Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. В России продолжается осенний призыв. За время нынешней кампании от Карачаево-Черкесии планируется призвать в армию около 400 человек. Сегодня из Черкеска отправилась очередная группа новобранцев для многих из тех, кто в ближайшие дни поступит в воинские части в Юрге, Новороссийске и Адлере. Нынешний шаг – осознанный переход от беззаботной юности во взрослую жизнь. Возможно, кто-то из этих молодых людей впоследствии свяжет свою жизнь с армией. Другие решили пройти срочную службу, так как это пригодится в их профессиональной деятельности. Поддержать рядовых российской армии пришли их родные и друзья. Я считаю, что это долг каждого мужчины. Тем более, что сейчас срок службы всего лишь год. И, ну, это нужно. По жизни это будет нужно. В данный момент я это представляю как поездка в лагерь. Но что будет дальше, я не знаю. Наши жители будут направлены для прохождения службы подразделения Министерства обороны, войск Национальной гвардии, Министерства чрезвычайной ситуации. Ну и, соответственно, география, куда наши призывники будут направлены, она довольно-таки обширная. В этом призыве будут граждане направляться уже в Убли и Владивосток, в Калининград. В основном будут проходить в центральных областях России и в нашем Южном федеральном и Северо-Кавказском федеральном округе. В информационную программу Вести обратились жители поселка Октябрьский Прикубанского района. Людей интересовала возможность обустройства дороги по одной из улиц их населенного пункта. По словам сельчан, во время непогоды по крайней пройти пешему или проехать на автомобиле почти невозможно. Ситуацию изучал наш корреспондент Артур Мхце. У этой улицы в поселке Октябрьском Прикубанского района говорящее название. На крайней нет ни социально значимых объектов, ни дороги. Во время непогоды автомобили здесь имеют отличные шансы увязанность в грязи. Из сельчан в этой части населенного пункта лишь несколько семей. Возможно и поэтому у местных властей обустройство на улице элементарного проезда находится далеко за списком приоритетных задач. Здесь вот такое место. Оттуда стекает, отсюда стекает. Здесь постоянно вода стоит, раскисает и здесь грязи. Здесь я постоянно буксую. Сделал эту дорогу, но зимой здесь невозможно было. Александр Медведев живёт в посёлке больше 20 лет. Говорит, что несколько раз звонил, писал в различные инстанции. Ноль реакции. Так и мучается, когда пытается по крайней пройти или проехать в центральную часть посёлка. Поэтому и обратился за помощью в редакцию вестей. А вот его сосед считает, что часть проблем жители могли бы устранять сами. Или не допускать. И если сделать дорогу проходимой своими усилиями вряд ли получится, то не мусорить для людей посильная задача. Было бы желание. Вот эту мусорку я недавно сюда переехал. Сколько раз попросил, поцелов на тракте очищали. И мы же сами же обсираем. Никто же. Не сельсовет, никто сюда мусорку не кидает. Мы сами кидаем. Ну и дорогу всё равно, ещё раз говорю. Если есть необходимость, но молчать, она сама не появится. Правильно? Не появится. Ну, значит, не считает нужным нам дорогу делать. Трудно сказать, насколько счастливы автомобилисты, проезжая по остальным улицам населённого пункта. Но от посещения крайней они точно будут не в восторге. Да и экстренные службы реагирования здесь не исключено заплутают. Нет ни дороги, ни адресов на частных домовладениях. Около администрации посёлка мы оказались в неприёмный день. Однако по телефону представитель местных властей поделился планами на следующий год. В этом году мы письмо составим, отправим и на следующий год только рассматриваться будет. Потому что этот год уже запланированный. Вот, весь дорожный фонд. И в этом году никак не получится. На следующий год только. Артур Мухцель и Бастанов. Вести Карачаево-Черкесия. Прикубанский район. В Карачаево-Черкесии сотрудники ГИБДД и волонтёры профильного класса окажут помощь пострадавшим в ДТП детям. Вместе с подопечными детьми из профильного класса ГИБДД Центра образования номер 11 черкесской инспекторы организовали сбор макулатуры. Все вырученные средства будут переданы в благотворительный фонд, организацию которой поддерживает детей, пострадавших в ДТП. Сотрудники ГИБДД личным примером хотят привлечь внимание к проблеме спасения жизни людей. Главное донести до сознания автомобилистов и пешеходов, насколько серьёзна проблема смертности на дорогах республики. Их главная задача – предупреждать аварии на дорогах и сократить количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями. Ночью и утром местами дождь, в горах с мокрым снегом, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью и утром в горах будут порывы до 15-20. Температура ночью 1-6, днём 9-14, выше нуля и местами до плюс 8. В Черкесии ночью слабый дождь, днём без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 4-6, а днём 10-12 градусов тепла. Полундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу только до 27-го неделя в Кисловодском цирке. 2-96-58. Спешите узнать тайну пирата. Сынок, дай мне две тысячи, я куплю себе две вещи. Мама, на тебе две тысячи и купи себе две вещи. Папа, мне отдай две тысячи, тоже хочется две вещи. Доча, на тебе две тысячи и себе купи две вещи. Милый! 5-85-золотой. Две вещи за две тысячи. Окна в рассрочку! Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Продолжаем выпуск. В Национальной библиотеке имени Халимат Байрамукова наградили победителей лауреатов регионального конкурса БИРУ «Себе в пример героя». Конкурс творческих работ школьников был организован во взаимодействии руководства ветеранской организации участников войны в Афганистане с руководством Республиканской детской библиотеки имени Сергея Никулина. Подробнее Ахмат Халкетчев. Конкурс с весьма символичным названием «Беру себе в пример героя» организован в рамках проекта «Творческая лаборатория. Героями не рождаются, ими становятся» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В период проведения конкурса для школьников организовывали литературные мастер-классы, передвижные книжные выставки и встречи с воинами-интернационалистами. Я решила изобразить то, как солдат уходит на войну и как его провожает его мама. Мне показалось, что это очень чувственная тема. Я люблю такие рисунки, чувственные, где можно показать эмоцию. Работа участников посвящена человеческим подвигам, будь то на военном или же на трудовом поприще. Таким образом, организаторы решили охват тематики конкурса сделать максимально широкой. Я делала видеоролик, посвященный героям Афганистана, а именно Юрию Хатуеву. Он был рядом с нами, и поэтому я именно им заинтересовалась, чтобы сказать другим людям, доказать, что даже рядом с нами есть такие герои. Они жили и всегда будут в нашей памяти, и нужно о них помнить и обязательно всем рассказывать. В своих работах дети рассказывали о тех героях, которые живут рядом с ними, о жизни и подвигах которых они знают сами или им рассказали старшие в семье. Единственные участники Ставропольского края Асланбек и Арина Тотиевы подготовили видеоматериал о Тамаре Альхановой Урусовой, фельдшере медицинской службы. Тамара Александровна практически все 10 лет афганской войны лечила и выхаживала наших солдат. А знакомы школьники с женщиной героической судьбы, потому как она является подругой и соседкой их бабушки в селе Кастахи-Тагурово. Тамара Александровна рассказала, что была фельдшером, помогала. Кем она приходит за? Ну, они с моей бабушкой, с соседями. Идею проекта предложил член правления Карачаево-Черкейского оригинального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы Артур Мамхиагов. Предложение, в свою очередь, во всех организационных вопросах активно поддержало руководство Республиканской детской библиотеки имени Сергея Петровича Никулина. Они нам рассказали в своих работах о бесчисленном числе вот таких замечательных людей, познакомились с их судьбами. Они прочитали много книг, написали на них, ответили на творческие задания, выполнили. Ахмат Халкечев, Мухаммед Ашебоков, Вести Крачаева, Черкесия. Я ребенок, я имею право быть здоровым и любимым. А какие еще обязанности и права есть у граждан России? В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям рассказали в отделе ЗАГСа. Из Карачаевской репортажа Алла Динаевой. Эти юноши и девушки на пороге взрослой жизни. И у студентов сегодня не совсем обычное, но очень интересное занятие. Встреча с сотрудниками ЗАГСа, прокуратуры и суда, которые готовы ответить на все интересующие их вопросы. Как осуществляется регистрация рождения? Все проще про что. И мы даже можем вам показать, как эта регистрация проходит. Выдается справка медицинская с места, где родила мама ребенка. С этой справкой родитель обращается к нам в ЗАГС. И мы, в свою очередь, делаем актовую запись. И вот эту актовую запись поднимаешь и очень интересно. У нас очень интересный архив, очень древний архив. И в этой каждой актовой записи вы можете узнать, кто приходил, чтобы назвать вас, каким именем. Кто забирал ваше свидетельство о рождении. Это будущие спасатели, медицинские работники и юристы. Студенты колледжа МАКСу имени Абрекова хотели узнать ответы на серьезные вопросы. Имеется целая статья, по которым основанием решаются родители родительских прав. То есть, в соответствии с статьей 69 Семейного кодекса Российской Федерации, один из родителей может быть лишен родительских прав, если он уклоняется от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном, как сказала коллега, при злостном уклонении от уплаты алиментов. То есть, это один из таких тоже основных и первых пунктов. А дети могут выбирать, с кем остаться. Это уже по заявлению в СССР с привлечением органов опеки. После того, как молодые люди узнали много интересного, их пригласили на экскурсию в архив ЗАГСа. Это рождение по верхнем арийнскому сельскому поселению 29-го года. Можете прикоснуться к истории. Да, все еще писалось о чернилами. Есть записи даже на латинице. Вы знаете, да, что в период депортации здесь жили грузины? Есть актовые записи на грузинском языке. Сейчас я вам покажу актовые записи на грузинском языке. Было очень интересно. Мы задавали вопросы. И был вопрос насчет архива. Мы были в городском архиве. И там мы, те, кто с города, мы узнали, кто нас забирал с больницы, с роддома. Многих забирал отец. Это было очень интересно и неожиданно. В общем, мероприятие тоже очень интересное. Большое спасибо за такое мероприятие. Мы бываем в различных организациях, с деятельностью которых наши студенты по долгу службы столкнутся в дальнейшем. И сегодняшний урок пополнил их багаж знаний, говорит преподаватель Зухра Кипкеева. Здесь студенты по четырем специальностям. И медсестры, и правоохранительные деятели, которые у нас в будущем будут, юристами, они с этим непосредственно будут прикасаться постоянно. Завершилось мероприятие в ЗАГСе. Фотографии на память. Аладдинаева, Али Бастанов, Вести, Крачево-Черкесия, Крачевск. В филармонии составился концерт Республиканского камерного оркестра под руководством Марата Гидиева. Традиции, современность – это сочетание народных мелодий и авторской музыки местных композиторов. За премьерным показом новой программы коллектива наблюдал корреспондент Артур Мхце. Это был не первый концерт Республиканского камерного оркестра. Не так давно созданный преимущественно из воспитанников колледжа культуры и искусств коллектив уже успел покорить сердца поклонников классической музыки во время выступлений в столице Карачао-Черкесии. Ценители прекрасного могли насладиться любимыми произведениями во Дворце культуры Черкеска и в амфитеатре Зеленого острова, доказав, что в республике есть интерес к этому виду искусства. Нам удалось собрать музыкантов, которые так или иначе учились в нашем колледже культуры и искусств, которые закончили высшие учебные заведения в других регионах и вернулись на родину. Необходимость создания, конечно, была. Оркестр необходим. Мы единственный регион на Северном Кавказе, где нет симфонического оркестра, не говоря даже о симфоническом, у нас не было камерного оркестра для недавних времен. Необходимость, во-первых, была, чтобы дети, которые обучаются в том же колледже культуры и искусств, видели перспективу. Есть ли в регионе оркестр? Имеются ли площадки для его работы? В том числе от этого зависит набор в колледж культуры и искусств. Теперь Карачао-Черкесия таким коллективом располагает. Несмотря на то, что нынешнее выступление далеко не первое в биографии молодого камерного оркестра, показанная в Госфилармонии программа увидела свет впервые. Традиции и современность – это сочетание народных мелодий и авторской музыки местных композиторов. Мы хотим показать, что оркестр – это не скучно, это не обязательно Бах или Бетховен. Необходимость, в первую очередь, считаю, конечно, дети, после, конечно, культурного развития нашего региона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для ценителей искусства подобные мероприятия сродни глотку воды в жаркую погоду. Это не отчет о проделанной коллективом работе. Скорее, встреча друзей традиционной музыки и национального фольклора, которые собрались в одном месте и надеются, что диалог продлится как можно дольше. Ведь такие выступления мало кого могут оставить равнодушным. Артур Мкци, Алибастанов, Олег Молхожев, Вести, Карачао, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Баренцево море». Редактор субтитров А.Семкин